Желающих попасть на приём в Комиссию по содействию занятости населения одинаково много и в Ленинском, и в Московском районах города Бреста. На таких встречах традиционно присутствуют заместители глав администрации района, представители РОВД, Системы здравоохранения, Управление по труду, занятости и социальной защите, а также юристы. Такой состав гарантирует максимально быстрое, всестороннее и, главное, компетентное рассмотрение каждого вопроса. У нас комиссия по трудоустройству граждан создана при администрации, фактически она работает. Как часто? Ну, можно сказать, у нас в порядке графика два раза в месяц, по четвергам. Предварительно, если сказать, таких записей у нас нету, то есть фактически жилая очередь. Но при этом сотрудники, которые здесь работают в данном отделе, они фактически работают в течение недели, принимают телефонные звонки и граждан, которые помимо комиссии, они все равно приходят сюда и фактически высказывают свои проблемы, по возможности они решают, если это не решается в рабочем порядке, соответственно, выносятся данные вопросы, предлагается им прийти уже на саму комиссию. Очень много людей приходит за оказанием содействия в трудоустройстве. Мы подбираем им подходящие варианты. Работ, в принципе, сейчас достаточно. Вакансий в городе много. Кому-то предлагаем тут же, выдаем направление на работу, и человек прямо от нас едет к нанимателю и получает место трудоустройства. Если вдруг не получается, люди могут обратиться сюда повторно, либо обратиться в городскую службу занятости, где их регистрируют в качестве безработных и продолжают поиск работы. Однако не менее важная задача – стимулирование тех людей, которые по каким-то причинам попадают в базу данных как безработные, но работать не хотят и всячески уклоняются от предложенных вакансий. В качестве вынужденной меры в этом случае применяются повышенные тарифы на коммунальные услуги. Если же такой человек обращается в комиссию и указывает уважительные причины, которые прописаны в законодательстве, излишне уплаченные деньги возвращаются. Чаще всего, конечно, сейчас обращаются люди, собственники которых дети являются и находятся за пределами. В республике Беларусь уехали либо на ПЖ, либо, скажем так, как называется у нас, на заработки где-то. И зачастую необходимость есть предоставление документов, подтверждающие их трудоустройство официальное за пределами. И в случае, если произошел, скажем так, вариант, что не были своевременно предоставлены документы, у нас законодательство предусматривает провести перерасчет. В целом же, как отмечают представители управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома, предложения на рынке труда в городе значительно превышают спрос. Конечно, в некоторых случаях соискателю придется отступить от жестких требований и предпочесть журавлю в небе, синицу в руках. Однако даже из таких ситуаций имеется выход. Это возможность переобучиться за счет бюджета или открыть собственное дело при помощи субсидий. В любом случае, народную мудрость под лежачий камень вода не течет, и в наше время никто не отменял. Людмила Логодич, Андрей Щерб, Александр Воронин, телекомпания Буктова.